так николай то есть вопрос заключается что такое остеопатия да и чем отличается от мануальной терапии массажа и так далее да ну так скажу что остеопатия это общепризнанная международная наука это такая глобальная наука большая которую придумали примерно но основали в америке примерно 100 лет назад запатентовали ее и они набрали в нее много много разных приемов из разных стран разных там методик способов лечения они все туда вобрали и назвали остеопатия в остеопатии есть разделы естественно она слишком большая там приемов более 150 на разных вот как бы мягкие приемы называется крайне а сакральная терапия она работает с жидкостью межпозвоночной и мозговой то есть там такая сакральная жидкость в которой находится собственно говоря наш нервный столб наш мозг спиной они с ней работы достаточно медленно это такие техники вот такие на вытягивание костей суставов очень медленные с поворотами там практически незаметные движения сама остеопатия делает чуть по остеопата до врачей они делают это все чуть пожестче они так как-то пробираются так точечно с уставщиком косточкам расшатывая их мануальная терапия это тоже отдельный отдел остеопатия она действует по другим другим принципам то есть если ты ходишь к остеопату это лечение как правило долгое длительное и результат устойчивый на долго его хватает ну там на год на два там внутри да а если хочешь к мануальному терапевту то это все быстро хрящ хрящ хрусть хрусть и человеку хорошо тут же хорошо да но поскольку обычно мы за этим не следим человек не не закачивает мышцы в новом положении да то есть мы косточками поправили а мышцы то остались старые костно мышечный скелет корсет мышечный корсет он же а прежний да и они опять растягиваются все косточки в обратную сторону опять человек кривится ну где-то вот примерно там через два через три дня через неделю все это возвращается поэтому мануальную терапию тоже надо делать несколько раз но это все-таки быстро например после оплату ходят люди нового сеанса в двадцать там тридцать а к мануальному терапевту достаточно там шести семи раз прийти он быстро раз раз там на излом хрусть и все на место стало косточки стали на место вот массаж соответственно тоже является консервативным методом лечения таких больших серьезных проблем как ты говоришь грыжа там до межпозвоночная но массаж делает работу с мышцами во-первых это мышцы разминаются вот непосредственно то что мы можем пощупать до снаружи он не может проникнуть глубоко внутрь он разминает их снаружи но за счет согревания за счет увеличения трофики тканей кровообращения да все начинают быстрее работать быстрее рассасываются вот эти вот блокадные мышцы которые сцепливают наш позвонок позвоночник вот ты спрашивал да что такое грыжа грыжа но чем она образуется образуется того что даже не поверишь 80% случаев человек что-то психанул расстроился на работе на кого-то там наорал например да а потом встает схватила поясницу это нервное напряжение мышц она держится очень долго если вы лечить то позвонки начинают из-за этих мышц и такие прям жесткие так стягиваться и сжимают межпозвонковый диск который между ними начинает выдавливаться ну грыжа это выпячивание да соответственно когда мы мышцы окружающие расслабляем а вот между позвонками их вот так по кругу еще много маленьких таких мышц идет ну коротеньких по сантиметру по два мы их расслабляем и они высвобождают этот позвонок становится легче есть медикаментозные способы лечения это вот ты спрашивал про эти шприцы до которые блокаду снимают туда входит суспензия ну такая смесь из 12 15 18 компонентов в основном это анестезирующие средства всевозможные расслабляющие средства колют прямо в мышцу вот вокруг позвоночника прямо в эту мышцу либо даже глубоко ближе к этому диску либо колют в ягодицу ну рядом есть методы операционные и ну даже но операционно когда просто там отрезают личный кусочек да и выкидывает или даже позвоночник могут почистить и поставить титановые детали или там из какого-то металла я уже не помню соответственно вот эти операционные методы это самый крайний случай их желательно не допускать чтобы их не допустить есть много методов которые я тебе до этого рассказал да вот эти все они все помогают на так называемом консервативном лечении уже избавиться от этих проблем от этой грыжи если у твоей мамы как ты говоришь 4 там сантиметра ну даже 5 ой миллиметра миллиметр и оговорился то это даже не грыжа понимаешь это протрузия называется грех тем врачам которые увидев это начнут паниковать кричать от у вас грыжа срочно на операцию а то дальше будет еще хуже есть такие да говорили но лучше таких врачей не слушать до врачей бывает диаметральное противоположное мнение поэтому лучше займитесь консервативным лечением я себе от ролики сейчас бросил да вот как починить спину самому себе в домашних условиях 6 приемов потом для поясницы это вот ленивая гимнастика поработаем с креслом и еще для поясницы этого клинила гимнастика не вставая с постели особенно утром утром очень хорошо это вот использовать это действительно очень простые упражнения но они помогают они мне помогли многократно у меня что же поясница будет болит от работы я с массажистом работы все время склонившись вот так пополам понимаешь весь день так провожу когда выпрямляюсь поясница жутко болит эти упражнения помогают есть еще приемы когда можно подложить под поясницу банку или этот ну какой бутылку биту можно положить скалку под поясницу подкладываешь ли просто бутылку воды вот такую вот наполняешь водой да без крышки наполняешь водой кладешь под поясницу и вот так вот как бы прокатываешь вот такими мелкими движениями сейчас постараюсь показать если будет видно вот лежа да вот так вот прям на это место положил да не так вот такими мелкими движениями так вот ее прокатываем вниз вниз от себя вот туда вот таким образом расслабляя расслабляя вот эти вот зажима да ну спазмы блоки блокады мышечные там как и только не называют мы высвобождаем вот этот вот диск между позвонками да он как знаешь растяжение больше да и он начинает обратно втягиваться также 4 миллиметра это еще не факт вам может и и уйти и опять прийти и опять уйти многие врачи даже не могут сказать по каким это причинам происходит так что главное не бойтесь главное делайте вот я вам видео ролики скинул посмотрите ладно ну николай просто извини я сегодня немножко травился живот болит мне надо пойти полежать давай на связь выйдем еще в следующий раз если понадобится да когда выйти на связь так ну вот такая вот консультация онлайн у меня по средам и по субботам днем ну выберем там заранее позвони в среду либо субботу днем вот так вот как сейчас четыре часа до можем выйти на связь но все николай я так что не прощаюсь надеюсь что был полезен да не забывай поставить лайки под видео там и комментарии написать если можешь помнишь ты говорил что внутри писать тяжело да но мало тема с помощью отзыв написать текстовый сможете это сделать ну попробуйте полечиться таким образом это все можно домашних условиях самому себе помочь бесплатно попробуйте спалить все результат получите а потом отзыв напишите хорошо ну все николай давай мне просто пора лечиться отравился вот вчера так что увидимся в следующий раз услышимся да все давай пока пока